Всем привет! По названию вы уже поняли, о чем сегодня речь пойдет, о том, как мы переболели короной, короновались во второй раз. Давайте я немножко расскажу, как это было в первый раз, потому что второй раз очень похож у нас оказался, вообще по всему. И он, слава богу, чему я рада, был в легкой форме. Первый раз мы болели, я, мы, это вся моя семья, я, муж, ребенок. Мы с мужем средненько переболели, муж даже легче всех нас. Я средний, муж полегче, а ребенок очень тяжело, с госпитализацией, с температурой 40. Болели мы в феврале, на 14 февраля мы сходили в ресторан, отметили это мероприятие, парочку дней мы заболели, буквально один-два дня. Я думаю, честно говоря, мы тогда где-то в ресторане, в общем, заболели. Так вот, это было в начале, получается, 20-го года, потому что через две недельки, как мы болеть начали, заговорили о короне, о тесты появились и вся прочая. В общем, мы болели неизвестным вирусом, я об этом раньше на видео рассказывала на канале. Очень тяжело, не буду рассказывать симптомы, вся история, все это все уже знают. В общем, у нас диагностированные короны, не было поставленного диагноза тогда, потому что не было тестов, ПЦР-тестов, просто нам, тесты нам делали. Но вот этих маркеров на корону, названий вообще не было. Мы сказали, неизвестный вирус, лечили только сменой антибиотиков, короче, на второй антибиотик пошел, признаки вам скажу сейчас. Переболели, переболели, у меня проблемы именно с горлом были, с трахеей. Я думаю, у меня, скорее всего, было, что очень долго возвращался голос, потеря голоса, очень сильный глубокий кашель. У ребенка вообще до свидоса полный, вообще букет был. Честно, я вам рассказывала в видео, у меня были мысли, что мы еле ребенка вытащили. Это было на грани жизни и смерти, это было очень страшно. И очень долго мы болели, месяц. Второй наш приход в корону. Случился буквально, вот вы видели мои видео недавно, месяц назад, в сентябре месяце мы заболели. И вы слышали, что у меня заложен нос, и проблемы с горлом были. И у меня, наши симптомы были более в легкой форме. И, опять же, уже сейчас серьезнее заболел муж, тяжелее. Я очень легко, я бы даже сказала, несколько дней всего. Ребенок тоже тяжело, но полегче, чем в прошлый раз. И моя мама здесь была из России, она тоже заболела. Представляете, я просто чудом рада, что мы успели ей восстановить иммунитет здесь на море. Она очень долго у нас находилась. Если вы не знали, как правильно, продуктивно потратить время в локдаун, чем заняться, я вам настойчиво рекомендую присоединиться к нашему марафону, который стартует 4 ноября. Марафон «Сам себе психолог. Борьба со страхами». Что, какая информация, что интересненького там у нас будет в этот раз. Это 4 прямых эфира в течение месяца. Каждый эфир у нас происходит в 8 вечера, в четверг, каждую неделю. Где я буду давать вам задания и информацию. Вы узнаете о том, что такое страхи, фобии, страхи, панические атаки. Почему они бывают, почему они приходятся, чем в нашу жизнь. Как с этим бороться. Как можно определить, когда я могу себе сам помочь. Или когда мне уже пора обращаться к специалисту, психологу, а может быть к психиатру и так далее. Также я вам дам конкретную схему, на которую можно наложить любой свой страх, любую свою фобию и побороть ее. Я вас научу принимать свои страхи, знакомиться с ними и избавляться от них. Быть свободным, управлять своей жизнью. Хватит обслуживать страхи. Контролируйте свою жизнь. Живите для себя и в свое удовольствие, а не в страхах и в беге от своих страхах. Бежать можно бесконечно. Единственное решение проблемы – познакомиться со своим страхом. Возможно, подружиться с ним. И расстаться. И то, что это сделает вас гораздо сильнее и поднимет вашу самооценку. Наш марафон стартует 4 ноября. Я вас всех приглашаю. Для участия вы можете написать мне на почту письмо. В теме письма просто указать «Хочу» в марафон. Стоимость участия в марафоне – 2300 рублей. Спасибо всем за внимание. Сейчас продолжаем смотреть. Ее иммунитет был к этому готов, потому что, знаете, ровно год назад она болела короной. Мы просто чудом ее вытащили с того света, потому что у нее астма. И это было ее больное, скажем так, слабое место. И затем она очень долго, где-то полгода, восстанавливалась. У нее был постковидный синдром. Сейчас собрала вообще все, что можно. И панические атаки даже словила. И там просто полный букет. Просто, знаете, можно описать для… Изучать, короче говоря, для течения болезни. И как из этого вообще там выходить. И постковидная депрессия. Все вообще было. Чудом мы ее вытащили. И успели подготовить к очередному заболеванию. В общем, помните, я вам говорила в видео буквально вот, наверное, 3 недели назад, что в Турции сейчас в Стамбуле вирус. Все дети в школы болеют. Вся вот эта история. Это не истина в последней инстанции. Это просто моя, да, болталка, что я вам сейчас рассказываю. Это мое мнение. У нас ПЦР-тесты были отрицательные. Заболел ребенок. Принес, естественно, из учебного заведения, это болячку нам из садика. Ну, кашель, температура. Ну, стандартно вирус как бы, да. Сказали, вирус у вас. Тест отрицательный. Кровь даже не брали тогда. Ну, типа вирус и вирус. В общем, лечили-лечили. Глубокий кашель у ребенка. И антибиотик не помогает. И температура в этот раз была вялая. День нормальная, в ночь там 37,5. Вот такая вот средненькая. 38,5 один раз было. Вроде бы как выздоровела вроде получше. А вечером опять температура. В общем, такая непонятная фигня. Вообще, ребенку моему такая температура не характера, не свойственна. Тут же начинает болеть моя мама автоматически. Больше прям сразу. Я на третьей заболела. Последний уже муж болел. Самый поздний у нас цветочек. Ну, он тоже тяжело лежал. У него силы. Он неделю просто валялся. Он встать не мог. Он мне говорил, Галя, у меня так кости ломит, как при короне. У мужа тест был отрицательный. ПЦР никакую нам корону нигде ни у кого не показал. У ребенка все было. Мы в итоге лечили у ребенка бронхит вирусный. Но это оказалось корону. По поводу ребенка. Лечили, лечили. Ничего не помогает. К врачу, естественно, обращались. Температуры не было. Потом уже она сошла. Температура закончилась, когда назначили второй антибиотик. И тут вот у меня бинго первое в голове было. Это точно так же, как когда она болела в первый раз короной. Нам помогла только смена антибиотика на второй. Что еще? Кашель просто, простите, до рвота у ребенка был. И потихоньку, за три недели где-то она болела. Мы за три недели ее как-то выкарабкали. Потом у нее опять начался насморк, когда она вернулась в садик. В общем, капец. Вот понимаете, никакого у нас карантина не было, потому что ПЦР были отрицательные. Я как заболела. У меня запершило горло. Сразу же это миндалина я почувствовала. Начала есть стрепселс. А оно и застряло. Вот это состояние на три дня больного горла. Адски разрывалась голова. У меня такие головные боли, я не знаю, бывали только вот когда а-ля такая мигрень. У меня такое иногда бывает из-за давления. Очень редко. Но это из-за насморка. Я представила, какие у меня там сопли формируются. Вот честно, я прям это чувствовала. Свои пазухи, голова. Я не могу голову от подушки оторвать. Такая боль, адская сил нет. Адская головная боль. И вот просто почесывание, такие неприятные ощущения в горле. Это было три дня. Потом я чувствую, как это все спускается сюда ниже. У меня начинается кашель. И кашель у меня был не сильный. У меня полетели сопли. И они были две недели. Насморк адовый просто. Я без отрывина спрея вообще жить не могла. Я вообще думала, это опасная штука. И как бы с него вообще слезть. Но потом потихоньку у меня все равно этот насморк огромный сошел. Температура у меня ни разу не поднялась. Но состояние было отвратительное. У меня не было сил. При этом я работала. Вот как? Я не знаю, у меня всегда в башке такая установка, когда можно было отдохнуть, отказаться, не работать. А я все равно почему-то... Вот честно, вот это движение, оно запускает такие процессы, как бы сопротивление с болезнью. И мне так проще. Я чувствую слабость, но при этом, если я остаюсь в деле, я активная, я двигаюсь, готовлю еду, работаю, еще что-то делаю, в магазин там за продуктами условно выхожу, то я чувствую в себе силы с этим бороться. Как-то на автомате все потихонечку идет. Мама тоже тяжело болела в плане, у нее температура не поднималась, у нее температура наоборот упала. Знаете, что при короне не только высокая бывает, катастрофическая температура 40, а еще хуже, когда 35,4 у нее было. 35, у нас так сейчас родственница в России болела, у нее тоже была очень низкая температура. У нее тоже, кстати, у нашей родственницы в России были отрицательный ПЦР-тест, она поняла, что корона только когда у нее пропало обоняние, она перестала чувствовать запахи внезапно, когда уже выздоравливала. Думала, просто у нее какой-то там грипп условно. Болели мы вот так в легкой форме, мы где-то неделю, потом потихоньку вот это состояние, организм переборол, не так быстро, что ты оба-на и выздоровел. Медленно это шло, медленно мы выкарабкивались, вот неделю тяжело было, без температуры, но без сил, вот это вот все болит, голова квадратная. Потом недельку полегче, вот постепенно мы из этого взрослые выбрались, ребенок три недели тяжело болел. Тут пришла очередь моего супруга, он прям упал, кость ломит, мышцы крутит, говорит, все как было в прошлый раз, корона, сделал тест, тест отрицательный. Он говорит, ну я, говорит, Галь, себя чувствую очень плохо, я, говорит, ни разу в жизни. У меня муж вообще, знаете, болеет два дня, может быть, 37,5 у него максимум вообще в жизни, у него за все годы видела температуру. Вот у него такой иммунитет, он очень быстро в чук-чук выздоровел. Или может там два дня лежать, прям умирать в стороне, потом раз, подорвался на третий день, все, он три дня максимум болел. Тут он лежал неделю, он ходил на работу, потому что тест ПЦР отрицательный, значит, соответственно, ну, как бы сам на себя работает, как бы сколько побегаешь, столько и покушаешь, правильно? Поэтому он продолжал работать, дома он не решил не оставаться. В общем, потом заболел его сотрудник на работе, мы думаем уже это от него было. У того тоже был отрицательный ПЦР-тест, у него пропало обоняние, он побежал, у него просто был насморк, потом пропал вкус, ощущение запахи он вечером. Он просто пулей ночью побежал в больницу делать тест, он очень боязливый, до корон очень его боялся, этого была первая болезнь короны. Тест был отрицательный, его отправили домой, все, он сочинение пошел на работу, и потихоньку, через там несколько дней, через неделю, он вернулся здесь вкус, запахи, и все, он, короче, выздоровел. У него был тупо насморк, и тоже головная боль, вот у всех головная боль очень сильная. И вот я очень рада, что у нас была такая более-менее легкая форма. Мы думали, что да, какой-то вирус мы поймали. И тут мы начинаем сопоставлять, как ПЦР все были отрицательные, но мы начали понимать моменты вот про вторую антибиотику ребенка, про кашель. У меня долго, у меня все сразу голос, я вам видео сниму, у меня хриплый голос был очень долго, и насморк, когда я уже там без головной боли, температуры нет. И у меня очень долго восстанавливался голос, я такая, ой, блин, точно, как прям голос чистый стал через месяц, вот только недавно, недели две назад. В общем, сопоставляя все, я понимала, что это то же самое, как было в первый раз при короне, но более в легкой форме. Быстрее, легче, но симптоматика и протекание болезни будут точно такой же, просто на пониженных тонах я бы это назвала. Я повторюсь, ничего теста наши не показали, и только постфактум мы уже сдавали анализы на антитела. И весь список крови общая вся, антитела, пришли высокие показатели антител, что недавно переболел, а показатели крови там соя высокая, что там еще было. Короче говоря, уже постфактум по результатам общего анализа, анализы были не очень хорошие, показывающие даже, что где-то в течение последних трех недель вы переболели короной, поздравляем. И вот это переболев, уже моя мама улетела в Россию, и когда она тоже сдавала там все вот эти анализы, себя проверяла, надела себе эту диспансеризацию плановую, постковидную у нее, потому что у нее пришло время, год назад было, вот она, короче, занялась обследованием, и по факту после своего обследования она получила сейчас в России бумагу о том, что у нее медотвод опять от прививки на полгода, потому что она переболела вот повторно, пожалуйста, с нами здесь в Стамбуле. Я очень рада, что у нее это прошло в легкой форме, она очень сильно боялась заболеть второй раз, потому что она первый раз, простите, блин, на том сайте фактически была. Вот, я очень рада, что, честно скажу, даже рада, первый раз, наверное, в жизни, что я болела. Болела в легкой форме, пережила вот это. Я так поняла, блин, с такими темпами вирус, естественно, перерождается же, да, на той вакцинации, коллективный иммунитет вырабатывается, вирус стал слабее, легче переносится, и, конечно, плюс это иммунитет, то, что мы его летом там на солнышке витамин D нарабатывали, фрукты кушали, мы этим активно занимались в этом году, отдыхали, мы понимали, что в зиму садики, вся история сопли ручьем. И мы пришли к выводу, это опять мое оценочное суждение, я не врач, не научный сотрудник или кто-то. Вот этот вирус, который все в школах на очке хапанули в начале сентября месяца, как начался учебный год, мы поняли, что это была корона. Но почему ПЦРы отрицательные? Это как в первый раз, когда тестов не было. Мне кажется, это просто новая какая-то разновидность, новый штамп короны пришел, который просто еще не опознается, не тестируется, либо она стала более такая в легкой форме, и она не ловится. Вот у меня только такой вывод на праздничество, не только у меня, у моей мамы медика, у сестры моей медика и так далее. В общем, я рада, что это прошло более-менее легко. Сейчас нет смысла вакцинироваться, хотя я об этом уже подумывала. В общем, пока что я это делать не буду, у меня пока медотвод у нас у всех есть. Я надеюсь, что скоро вся эта фигня закончится, я вам всем желаю здоровья. Мои знакомые уже есть, которые по третьему разу, по третьему кругу уже даже болеют. Они первую волну схватили, там потом весной, и вот сейчас у нас только по второму разу. Думаю, что мы просто заняты, честно скажу, питанием, в плане правильно питаемся, здоровой пищей. Ну, там, понимаете, да, о чем я? Иммунитет, старались там на солнце отдыхать и вся вот эта история. Мы свое здоровье в семье, скажем так, блюдем, я по крайней мере стараюсь, да, и это контролировать этот процесс у нас, поэтому иммунитет получше, мы не так часто этим болеем. Но все равно, спасибо, вы можете поздравлять, второй раз мы коронованные. Честно, у мужа был какой-то страх насчет второй раз заболеть, и вот мы это пережили, и так-так сейчас выдохнули. Ну ладно, живем дальше. Всем желаю здоровья. Напишите в комментариях, как у вас вы, сколько раз уже, уже не то, что болели вы или нет, а сколько раз уже в этом году спрашиваю, а вы уж какой раз переболели, второй, третий, у меня уже есть знакомый, кто третий. Жду ваших комментариев, всегда под видео я оставляю в инфобоксе свою почту для ваших писем, для участия в марафоне напишите просто «хочу в марафон», для консультации психологически в теме письма напишите «консультация», или прислать, если хотите, свою анонимную историю в теме письма, напишите «анонимная история». Спасибо за внимание, ставьте лайки, жду вашей ответной реакции в комментариях, как у вас с этим, болели вы сейчас в этот сезон или нет. Спасибо за внимание, всем пока.